Шабар шалом, дорогая община! Я очень рад, что мне выпала такая честь комментировать Тору сегодня. И да, вас уже даже звать не надо, вы сами знаете, что делать. Давайте помолимся перед чтением Торы. Баруха та адона и аллахейну, мэлеха олам, ашер бухар баануми кольга амим, веналтан лануэ тора то, баруха та адонай на тенга Тора. Амэн. Благословен Господь Бог наш, Владыка Силены, избравший нас из среди народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты Господь, дарующий Тору. Амэн. И вы знаете, мне очень понравилось сегодняшнее прославление, особенно как танцевали люди, прославляли Бога этому. И мы еще к этому дойдем в сегодняшней недельной главе. Хотел бы начать с того, что недельная глава сегодняшняя называется Хукат. Это числа или книга Бемидбар, 19 глава с 1 стиха по 22 главу 1 стих. И это очень интересно и полна событий недельная глава, в которой мы можем увидеть принципы, которые я верю, что они актуальны и для нас, и на сегодняшний день. И сейчас я вам прочту краткое содержание этой главы. С 19 главы начинается рассказ о законе о рыжей телице. Дальше в 20 главе начинается, 20 глава начинается со смерти Мирьем. Затем ропот народа и получение воды из скалы. Потом смерть Аарона. В 21 главе начинается спленение хананским царем некоторых евреев и затем разгром этого хананского царя. Потом история про медного змея и победа над царем Амарейским. И как вы видите, вроде бы глава небольшая, но событий очень много. И теперь я хотел бы немного поподробнее пройтись по событиям, которые здесь были. И вначале излагается закон о рыжей телице. И давайте вспомним, что это был за закон. Значит, там описывается процесс, как надо было получить пепел с рыжей телицы и зачем он нужен был. Что он очищал человека, который прикасался к умершему. Это так вкратце. И далее в 20 главе начинается с того, что умерла Мирьем. И мы, кстати, сегодня пели в одной из песен, как Мирьем танцевала. Вот эта песня, как сам Давид. И там дальше была история о том, как Мирьем танцевала перед Израилем. И это давайте прочитаем в книге Исход, 15 глава, 20 стих. И взяла Мирьем пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан. И вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И вы знаете, если вы думаете, что танцевать это дело молодых, то я немножко вам сейчас расширю ваш кругозор на это. Моисей умер в 130 лет. И все мы знаем, что он умер перед входом Израиля в землю Абедавану. Следовательно, когда он вышел из Египта минус 40 лет, это было 90 лет. Мирьем – это сестра Моисея. Она старше Моисея, потому что она была в то время, когда его достали с воды. Я предполагаю, что минимум на 10 лет она была старше. Ну, это так, абстрактно. То есть примерно. Может быть, кто-то знает точные цифры, но я предполагаю, что на 10. И, следовательно, когда она вышла из Израиля и пошла танцевать, ей было 90-100 лет. Не меньше. Так что представляете, что это был за танец, что все женщины, смотря на нее, вышли танцевать за ней. И я ободряю вас также во время прославления выходить сюда и славить Бога в танце. Сколько бы вам не было лет вообще. Потому что в Псалме 91-м с 13 по 16 сих сказано «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. И они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». И дальше мы видим в недельной главе идет ропот Израиля. И опять одна и та же претензия. «Чего ты нас вывел?» Вот у них что, не проблема? Так сразу к Моисея «Зачем ты нас вывел?» Моисей и Аарон уже, я не знаю, конечно, они могли бы уже сразу сказать, чего они вывели, потому что столько раз, сколько они повторяли Израилю цель, почему вывели, они уже должны были заучить. Но они пошли к Скинии, и чтобы спросить у Бога, что с этим делать. Это книга Бамидбар, 20 глава, с 7 стиха и дальше. «И Господь сказал Моше, говоря, возьми посох и созови общину, ты и Аарон брат твой, и скажите скале пред глазами их, чтоб скала, чтоб дала она из себя воду, и извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и скот их». Вроде бы, как бы ничего сложного. Возьми посох, скажи, все будет хорошо. Смотрим, что сделал Моисей дальше. «И взял Моше посох, бывший пред Господом, как он повелел ему, и созвал Моше и Аарон общество к скале, и сказал им, слушайте же непокорное, из скалы ли этой нам извлечь для вас воду? И поднял Моше руку свою и ударил по скале посохом своим дважды. И потекло много воды, и пила община и скот их. И Господь сказал Моше и Аарону, за то, что вы не поверили мне и не явили святость мою пред очами сынов Израиля, не введете вы общество этого в землю, которую я дал им». На этом месте я хотел бы немного приостановиться и поразмышлять на ту тему, что вроде немного выше, все понятно было, что сделать, но Моше не совсем то сделал, что его просили. Он, можно так сказать, ослушался Господа. И он, Моше, был первым вождем Израиля, потому что он вывел их, и на него была возложена большая ответственность, чтобы вести народ. И вы знаете, в истории Израиля был еще один схожий персонаж, это Саул. Саул был первым царем Израиля. Кто помнит, это написано в первом царстве с 10 главы, когда Самуил помазал Саула. И Самуил тогда взял елей, помазал Саула, и написано, что Бог дал ему, то есть Саулу, иное сердце. Избились все знамения в тот день. И далее он начал пророчествовать, но перед этим Самуил сказал, перед помазанием, что пойди в Галгал, и повелел ему там ждать, пока туда не придет Самуил. Тоже ничего сложного, пойди и жди меня. Саул пошел, ждал, 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 увидел филистимлян, и решил, что как бы Саул, Самуил уже должен подходить, но в общем-то не дождался его и принес жертву Господу. Хотя Самуил ему сказал, жди меня, ничего не делай. Тоже вроде не сильно, ну ослушался, но как бы не дождался. И когда только он принес жертву, приходит сразу же Самуил. И сказал Самуил Саулу, это 1 царств, 13 глава, с 13 стиха, «Неразумно поступил ты, не сохранил заповеди Господа Бога твоего, которого Он заповедовал тебе. Ибо до сего времени Господь ставил царствование твое над Израилем навеки, но теперь царствование твое не устоит. И сказал Господь, и искал Господь себе мужа по сердцу своему, и назначил Господь главой народа своего, ибо не соблел ты того, что повелел тебе Господь». И мы видим, что Саул тоже здесь ошибся. И я как бы... Видно, что эта ошибка, она определила дальнейшую судьбу царствования Саула, что оно, в общем-то, Господь сказал, что найду себе другого царя. Но в этот момент еще Саул не лишили его царства. И вы знаете, каждый из нас, он совершает ошибки в жизни. Я еще не встречал человека, который бы никогда не ошибался в своей жизни. И после того, как мы совершим какую-то ошибку или грех, ну, аж под ошибкой, я понимаю, какое-то действие, какой-то грех, который разделяет нас с Богом. Это вот... В данном случае это было, ну, непослушание. И после того, как мы согрешили, у нас есть два пути. Либо мы путь примирения и покаяния, и для восстановления отношений с Богом. Либо путь ожесточения и вражды. И мы видим, что эти два человека, они пошли разными путями. Потому что Саул пошел не путем примирения. Дальше в 1 царств 16 главе, в 14 стихе, написан итог пути Саула. А от Саула отступил Дух Господень. Маше же, видно, что он дальше пошел вводить Израиль в землю обетованную, хотя ему уже было сказано, ты не войдешь. Вы знаете, можно было сказать, все, я лишился того, чего хотел, не буду ничего делать больше. Потому что вот мне не дали то, что обещали. Все, дальше, и дальше все бессмысленно. Но так можно сказать, если твоя цель, это всего лишь то временное, которое есть у нас на земле. И в Луки, 9 глава, 29 стих, мы читаем, что когда Ешуов зашел на гору помолиться, то он беседовал там с Маше и Ильей. Из этого мы видим, что Маше пошел путем примирения, что он все равно остался мужем Божьим. Несмотря на то, что здесь он ослушался и просто ну как бы лишился привилегии войти в землю обетованную. И если у нас в жизни происходят какие-то ситуации, после которых мы что-то теряем, ну вследствие наших проступков, мы теряем что-то, что мы очень ценили, что мы очень хотели, вы можете не расстраиваться. И я тоже, потому что прежде всего я говорю к себе, у меня были такие ситуации, когда я, например, лишался чего-то, к чему был очень привязан, как, так. Но есть обетование, чтобы встретиться потом с Иешуа и с Господом нашим на небесах. И ради этого стоит идти дальше и выполнять свое призвание, которое Бог нам дает. И затем я еще хотел остановиться на смерти Аарона. Это число, 20 глава, 27 стиха. И сделал Маше так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества. И снял Моисей с Аарона одежды его и облег в них Элиазара, сына его. И умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Элиазар сошли с горы и увидело все общество, что Аарон умер и оплакивал Аарона весь дом Израиля в 30 дней. И в этом отрывке мы видим, я думаю, что основополагающий принцип нашего развития как единого тела Мессии это передача служения следующему поколению. Потому что мы не можем всю жизнь служить только сами и плохо, если мы не передадим наше служение кому-то следующему поколению, кому-то другому, чтобы Евангелие распространялось по этому миру дальше. И в снятии одежд Саарона и одевания Элиазара в эти одежды мы вот прямо видим как процесс передачи служения, что так должно быть. Это нормально, когда ты передаешь свое дело дальше новому поколению, своим детям, другим людям. это не всегда могут быть твои дети, но это всегда будут те люди, которые Бог посылает для вас. И с этого момента уже Элиазар должен был выполнять все процессы, которые необходимы были, связанные со священнодействием. И вы знаете, получается, что он с этой задачей справился хорошо, потому что он третий сын, он не первый. У Аарона было четыре сына, но первые двое из них это Надав и Авиуд, если не ошибаюсь, их поразил Господь за то, что они принесли чуждый огонь. И следующим был Элиазар. И Элиазар как раз был очень тверд в том, чего ему наставил Аарон. И также он наставил своего сына потом в том, чтобы следовать за Господом. Потому что мы знаем, что была история, когда народ начал грешить с дочерями Моава. И был некий Финес, который убил одного израильтянина и после чего прекратилось поражение Израиля. Так вот, это был сын этого Элиазара, который твердо был научен Аароном. И из этого мы видим, что он также хорошо научил свое наследие выполнять то призвание, к чему они были призваны, то дело. И интересно, что в Матфея 28 глава 19 стих написано Ишоа говорит нам Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. И это призвание относится к каждому из нас. Идти и научить. Все тоже не очень сложно, как мы думаем. Но как мы можем научить? Научить мы можем только тому, чему мы сами научены и знаем. Например, я не могу научить кого-то из вас летать на самолете. Я сам не умею этого. Я могу научить, что я умею. Но для того, чтобы учить, мы можем научиться. Если мы не знаем, чему надо идти и научать все народы, как здесь написано, то мы можем научиться этому. Библия нас учит, но вы знаете, как уже было сказано, основное место, где мы учимся, это домашние группы наши. Если вы хотите учиться, хотите назидаться, расти в Боге, вы можете приходить на домашние группы в общине. и это то место, где мы точно будем расти и где мы будем учиться, как учить других людей, где нас будут учить, где мы будем быть благословением для всех народов. И также, как сегодня было уже сказано, если вам этого будет мало, приходите в МЖБи, в институт, это на правах рекламы. Для меня институт был большим благословением, когда я там учился. И до этого мне все говорили, приходи, это так классно, я всех слушал и говорил, да, конечно, но после того, как я пошел, я понял, что Бог действительно очень сильно благословлял меня в это время и очень много ему чему научился, поэтому я ободряю вас приходить на домашние группы, приходить в институт и обучаться, для того, чтобы обучать других и исполнять свое призвание. И подводя итог всему вышесказанному, я хочу ободрить вас, чтобы вы были открыты к служению другим людям, учились, учили других людей и не расстраивались, если вы где-нибудь что-то где-то ошибетесь, сделаете не так или согрешите, Бог всегда открыт к тому, чтобы примириться с вами. Он хочет все время примиряться, Он хочет пребывать с вами в общении. И да благословит вас Господь. Аминь. 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 Аминь.